Формирование комфортной городской среды В последнее время мы очень часто слышим это выражение. Федеральный проект существует с 2017 года и направлен на улучшение внешнего облика городов, обновление общественных пространств. Областной центр активно развивается благодаря этому проекту. Наглядно эти изменения для новоиспеченных волонтеров благоустройства в ходе городской экскурсии «Волгоград. Обновленный» продемонстрировал руководитель волонтерского корпуса онлайн-голосования в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2024 год Анатолий Рощин. Мероприятие было организовано в рамках подготовки добровольческого корпуса онлайн-голосования за объекты благоустройства. Сквер в пойме реки Царицы, который переходит плавно в парк Раздолье. Это место появилось в ходе семинаров соучаствующего проектирования вместе с молодежью при участии губернатора Волгоградской области. Вот в этой точке как раз началась история вовлечения жителей в процессы формирования комфортной городской среды. Для того, чтобы стать волонтером благоустройства, все желающие сначала проходят специальное обучение на платформе «Добро. Университет». После окончания курсов ребята получают сертификат, который позволяет им перейти на следующие стадии. В настоящее время в Волгограде уже проходит обучение волонтеров. В дальнейшем планируется организация подобных курсов и в муниципальных районах региона. На сегодняшний день у нас набрано уже на портале добро.ру 337 добровольцев. Добровольцы у нас проходят регистрацию во всех девяти муниципальных образованиях, где у нас будет проходить голосование. Волгоград, Волжский, Камышин, Урюпинск, Михайловка, Фролово, Калачинодону, Котельниково и Котово. Добровольческий корпус у нас в этом году должен насчитывать, как и прошлые, не менее 500 человек. По нашим подсчетам ребята продолжают активно регистрироваться на мероприятия. Сквер Александры Пахмутовой, склоны городской набережной, сквер вблизи исторического парка «Россия. Моя история», верхняя терраса центральной набережной, городской амфитеатр. Все эти объекты принимали участие в программе формирования комфортной городской среды в прошлые годы. В ходе экскурсии Анатолий Рощин рассказал всем присутствующим, каким образом преображались общественные пространства Волгограда. Волонтеры благоустройства остались в восторге от мероприятия. Многие из них состоят в движении уже несколько лет. Одним из приятных таких моментов является то, что ты видишь потом результат своей работы, что вот какое-то время ты постоял на точке, люди за это проголосовали, впоследствии это благоустроили. То есть это все не просто так делается. Для меня очень важно видеть разнообразие именно зеленых насаждений, может быть какие-то интересные композиции злаковых растений, как, например, в парке ЦПКО. Все это составляет очень приятную глазу композицию, я думаю, подходит стилистически нашему городу, так как мы город вдоль Волги, и поэтому хочется видеть чего-то подобного больше. После прохождения всех обучающих этапов волонтеры будут располагаться в местах большого скопления людей. Это могут быть торговые центры, почта, другие локации. Ребята будут оказывать всевозможную помощь людям в голосовании за объекты благоустройства в рамках федерального проекта. Игорь Ичмев, Роман Миколенко, телеканал Волгоград-1.